так друзья всем привет меня как-то спрашивали как же проживает мой лодочный мотор yamaha 8 вот в таком прекрасном месте ладожские шхеры я решил немножко рассказать о жизни своего мотора о том как как я его сейчас эксплуатирую и вообще что с ним было за это время я его купил пятнадцатом году в начале пятнадцатого года мотор у меня 13 года выпуска это француз француз или француженка монтор французской сборки эту yamaha я стал усплаты сначала пятнадцатого года и в этот же год буквально на ним на там третий четвертый выезд и я купил как раз лодку флагман 300 и этот комплект я только-только-только пробовал комплект получился очень вертки такой и я тут решил погонять и в общем перевернулся я вот ссылку приложу как это происходило когда я перевернулся я потом была вторая лодка я сразу его обратно обратно вернул в такое положение сразу вернул его в надводное положение миксировали лодку берегу и буквально минут через двадцать наверное после купания я его уже завел ну слил всю воду с карбюратора и завел мотор вот и мотор благополучно завелся данном почихал попердел но я потом еще полчаса катался наверное по озеру что всю воду выпарить и скажем так все было нормально дальше после это было это было весной уже в августе я поехал на черное море на рыбалочку вот и там произошла другая беда с моим мотором причем это было далеко от берега мы шли на полном газу и вдруг я чувствую что мотор начинает сбавлять обороты ну как бы что может произойти там два три километра от берега мотор начинает сбавлять обороты я не понимаю в чем дело поворачиваюсь мотор заглох я пытаюсь его продернуть мотор мотор просто он не продергивается то есть я его дергаю а его не продернуть вот и соответственно я снимаю колпак а до мотора не дотронуться соответственно мотор перегрелся я подозреваю что попал поймал скорее всего на эти заборные отверстия поймал пакет мотор перегрелся вода была 30 градусов соответственно перегреться при такой температуре наружного воздуха и воды вообще на 1 дальше моторчик остыл у меня я его запустил и благополучно поехал дальше это был пятнадцатый год в 16 16 сезон прошел вообще без проблем вот а вот семнадцатом году в начале сезона у меня произошла беда моторчик забарахлил я тоже вы приложу ссылку как это было все за херня еще смерть мотора онлайн как он работает в общем мотор на ходу тоже заглох я запустил и он запустился с таким грохотом в итоге там пытался разобрать мне не получилось я поехал в сервис и в сервисе уже выяснилось тоже приложу как это было в сервисе уже выяснилось что во первых у меня термостат корпус термостата расплавился скорее всего это тоже как-то влияло целый с целый сезон эксплуатировал с плохим термостатом лодочный мотор а дальше дальше в общем не поменяли подшипник верхний нет подшипник подшипник нижний сальники там тоже подгорели корпус термостата это было в семнадцатом году считать 17 18 19 20 21 5 сезонов я его эксплуатирую без проблем компрессия сейчас у меня порядка 10 10 с половиной моторчик заводится в пол . вот эту лодку флагман dk 30 390 игла разгоняет до 36 6 километров в час также на нем я на флагмане 300 разгонялся до 40 километров в час поэтому моторчик полностью исправен вот так что вот на все вопросы надеюсь ответил по лодочному мотору yamaha 8 я сейчас приобрел также tahatsu 98 скажу честно tahatsu 98 конечно мощнее это ощущается но yamaha yamaha 8 . она приятней tahatsu он такой как бы резкий такой бодрый yamaha 8 она более плавная но она более тихая на холостых она не выбирует троллить на ней можно сколько угодно никаких даже вот забивание свечей маслом даже вот ну не ощущается но есть такое чуть-чуть совсем немножко вот поэтому данный моторчик мой один из самых любимых продавать его наверное ближайшее время я не соберусь но вообще я моторы люблю и постараюсь только их покупать а не продавать да он слабее чем tahatsu но по всем совокупностям по всем параметрам кроме кроме мощности он мне нравится больше ну и также он чуточку тяжелее чем tahatsu я потом следу дальнейшем сделаю ролик yamaha 8 против tahatsu 98 так я уже дальше нам рассмотрю все все нюансы этих моторов сейчас пока что пока что просто рассказал как поживает моя любимая восьмерка также еще на данном лодочном моторе у меня была проблема вот с этой кнопкой то есть я тоже делал ролик как у меня про эту кнопку то есть я пытался завести мотор а мотор не заводился соответственно я рассоединил контакты кнопки и выяснилось что кнопка просто внутри замыкает замыкает и не дает мотор завестись я ее разобрал внутри было все нормально но там такая пружинка внутри этой кнопки она видно из-за того что у меня мотор был со снятой чекой хранился она залипла вот и соответственно я немножко разработал подложил там чуть-чуть кусочек пенопласта и она стала работать опять как ни в чем не бывало также из проблем лодочного мотора yamaha 8 сейчас сейчас не смогу показать вон там вот есть пластиковая пластиковая собачка она вот здесь находится такая пластиковая вилочка владельцы лодочных моторов yamaha 8 знают об этом узле вот он меня тоже сломался и какое-то время у меня лодочный мотор но был постоянно заблокирован сейчас в этом сезоне я купил и поставил вот так же я приобрел оригинальный винт шагом 8 с половиной потому что винт с шагом 7 с половиной он был он перекручивал вот так что еще добавить больше добавить ничего моторчик только радует не считая вот двух мелких поломок и одной крупной как-то так так также еще у меня случилась проблема вот с крышкой с оригинальной я перетянул вот этот болтик и сорвал сорвал резьбу попытался этом как-то восстановить но не получилось крышка треснула и она начала начинала течь соответственно мне пришлось купить вот эту крышку она не оригинально оригинальная стоит каких-то космических денег я даже не помню тысяч пять что ли стоило только вот эта крышка с датчиком уровня вот поэтому крышка у меня здесь не оригинальная всем спасибо за внимание тут ветер поднимается ставим лайки до новых встреч